Елена Сунцова, Голоса на Ваде, читает Саша Гизанцеве. Посвящение Саше Гизанцеве с нежностью. Спасибо, Лена. Желтые деревья, черное такси. Это не в России. Статуя Минерна. Холодок по коже. Камень зубленый. Выдохнуло. Боже. Помнишь, я с разленки. Топаю школы. Книги, трикотаж. Ноги на приколе. Верю, что не дашь. Извините, я перепутал. Это было не посвящение, а просто надпись на книжке. Посвящение другое моему мужу. Вот большое и трудное стихотворение с непонятным посвящением НК КВ. Сообщества, в которых я застаю, смутившиеся сообщества. Что это? Объяснял мне Андрей Хлопустин. День моего 20-ти шестилетия. Мы едем в автобусе из Петергофы, в метро до центра. Ее лицо холодное и злое, ногти синеватые, как у негров. Я пытаюсь вас слышать, пока донесется поезд. Какое-то время молчим. Однажды я ехал в метро, покурив грибов. Тьфу ты, понюхал. Короче, понятно. Эта кем-то приведенная и рассаженная толпа метров идиотов увидела с нее, как картина босха. Мальчик с плеером щелкал зубами, раскачиваясь и лая. Баба с кошелкой оборотень в очках. Обросла чешуей и шерстью. А костинец? Еле выбылся на гостинку. У тебя ж такое было? Да. Врухлобыстину я, напрягая святки, было. Кошмар. Я тебя понимаю, видишь? И она для меня такая. Такое чудо. Вещая. В непрерывном трипе. Не угасая. Желание так обнять ее, чтоб слезла мерзкая чешуя. Мы уходим в город, в котором я состою. Город, который оброс Венецией. Колыхаются водоросли. Отовсюду воняет тиной. Я, раздвигая, бегу, понимаю. Рано. Ты еще не отважился. Я свободна. Прошлое надвигается. Вот и дом. Он, конечно, чужой, но дом. Я включаю свет. Потемнело. Звонок. Голос ленивый и ясный. Здравствуйте. Лена дома? Другая ночь. Я стою на Литейном мосту. Вглядываюсь в поднимающуюся воду. Пойдем. Окликает меня мой случайный спутник. Собака уже замерзла. Как собаку зовут? Не помню. Чувствую, как заползает под кожу сентябрьский ветер. Ты в это время езжешься в самолете? Пойдем. Мне оттуда запомнилась ванна, свечи, день. Я никак не могла его разбудить. Собака. Скулила, не переставая. Влизалась. Я вышла, притронув дверь. Уставилась в оцепеневшие ветви. Потом провожал меня, целовал в скулу. Петроградка всосала в себя мои слезы. Горе. Успокоилась. Петербург. Вот уже десять лет мы на этой скамейке. Над нами смеются звезды. Мы говорим про Даньку. Героя романа. Эл. Только Сунцова третья. Чуть оборачивается та, о которой рыдал Хлобыстин. Покуриваю, молчу. Ксюша ставит чайник. Звонит телефон. Она тянется через меня. Алло. В каком это изоляторе следственном? Почему? Замолкает. Меня неожиданно крупно колотит дрожь. Передам. Мне с улыбкой. Лена, он не в Америке. На таможне там нашли четыре и три десятых. Он в темнице сырой. Какое сегодня число? Двенадцатое. Вчера. Год 2001. Сейчас будет чай. Уходит. Если бы тьма прокинула нас, едва вышедших из холодящего утра пешком в Москву. А ведь это наверняка другое стихотворение. Правда? Ну что ж. Я бы тебе улыбалась, не говоря. Ты бы, о ты бы. Пришел я смолчал. Не было бы ни Венеции, ни ругля. Дай мне такого утра. И убежать дай мне. Я, нажлебнувшись, потом верну. Только бы повторять. Только состоять. В летнем море сообществе юрких рыб. Плача, стирая слезы твоей волной. Гасни все то, что было. Потом верну. Невеликая пропажа. Рассуждаю откровенно. То, что не было, неважно. Посмотри, послушай, Лена. В воду канала иголка. В воздухе узоры длинные. Полотно сырого шелка, окунувшееся в ливень. Я последнюю рубаху из него себе сошью. Не оглядываясь, ахнув, помню, но не узнаю. Пусто-пусто в чашечке. Кот клубком на тряпочке. Мы зимуем тихо, не тревожим лихо. Навестили крестницу и стоим на лестнице. Тянемся, дотянемся, пряним, растеряемся. Я пойду счастливая. Поступ торопливая. Лед дорожки бух-бух. Снег на ветке пух-пух. Ты в трамвае красным. И тебе все ясно. Буйная головушка. Дальняя сторожка. Ты улыбаешься во сне, и день холодно согреваешь. Меня напрасно обнимаешь. Меня с тобой рядом нет. А про улыбку я сама придумала, тебя не видя. Я все равно согрелась, выйдя из помрачения ума. Мне так часто...